Всем привет! Сегодня мы обсудим с вами последний доклад Госдепа США за 2019 год, который освещает основные права и свободы и состояние с ними на земном шаре. Этот доклад, он такой всеобъемлющий и охватывает в основном те страны, которые вызывают особую беспокоенность у властей США в отношении защиты основных прав и свобод. Я хочу отдельно подчеркнуть, что этот доклад не включает подробный перечень каких-то религиозных притеснений, хотя он их и упоминает. Делается потому, что есть отдельный доклад, который делает организация International Religion of Freedom, и она по сути как бы аффилирована с Госдепом США, но так как она отдельно занимается религией, то там рассматриваются основные притеснения в области основных свобод в отношении вероисповедания, в отношении свободы совести. Этот же доклад за 2019 год о Госдепе США права в человека, он больше такой базовый. Ну, здесь очень много говорится также о политзаключенных, о каких-то ущелениях прав, которые мы сегодня с вами подробно и рассмотрим. Итак, приступим. Чтобы найти основной доклад Госдепа США о правах человека за 2018 год, мы идем на сайт state.gov, и там находим Reports, это у нас доклады, и выбираем год. В данном случае, давайте выберем последний, это 2018 год, и выбираем страну. И здесь, ну, допустим, возьмем с вами такую страну, как Россия, хотя там буквально практически по каждой стране есть похожего рода отчет. Здесь вначале идет краткое такое описание, и есть также PDF-версия. PDF-версия не такая красочная, но достаточно подробная. И в этой PDF-версии мы можем с вами подробно, только касательно России, увидеть, какие есть мысли, замечания, и кто подвергся гонениям в России по различным основаниям. Как я уже раньше говорил, в другом ролике мы рассматривали отдельно религиозных преследуемых, в том числе и в России, в основном свидетели Иеговы, и они в этом докладе тоже фигурируют, но фигурируют все-таки не так ярко, потому что этот доклад, он обо всех по чуть-чуть. Есть отдельный религиозный доклад, и там обсуждается это подробно. Идет речь о том содержании людей в тюрьмах, и вообще как это происходит, включая пытки, об этом очень много говорится. Также идет речь о роли полиции и вообще служб безопасности в том беспределе, который творится. Также идет речь об арестах и пытках заключенных уже в тюрьме. И достаточно большой доклад, мы можем каждый его почитать и найти что-то свое. К примеру, отдельно говорится о политических заключенных и тех, кто находится в тюрьме. И идет речь именно о политических, потому что многим из них шьют разные статьи, но по мнению многих правозащитных организаций, те или иные люди могут быть признаны именно политзаключенными, потому что считается, что истинная причина, почему их посадили, это их взгляды, убеждения, а не те преступления, которые им вменяются. И на самом деле очень большой здесь пласт посвящен, к примеру, тем, кого задерживали за посты, всем, кто помогал Навальному, в данном случае тем, кто стоит на защите свободной прессы и самовыражения. Очень много уделяется тем, кто находится в заключении или преследуемой за то, что они отставили право собираться вместе, за право митинговать, за право на одиночные пикеты и тому подобное. Все это очень интересно. Уже не первый год, но особенно в этом году очень большое внимание уделяется свободам в интернете. И в этом докладе, в частности, очень много рассматривается тех законов, которые выносит Госдума и те ограничительные меры, которые Роскомнадзор выносит, в том числе людям, которые, по их мнению, нарушают эти законы. И сколько сайтов запрещено, какие штрафы были вынесены. Самое интересное, что здесь также немножко говорится о Ютьюбе и об Инстаграме. Вот мы можем посмотреть Ютьюб, Инстаграм. И дальше тут где-то в докладе указано, какие штрафы получал Гугл за то, что он с Ютьюба отказывался удалять те или иные ролики. Штрафы для Гугла, конечно, смешные, но на самом деле для УЗД по США это очень плохой звонок. Потому что сам факт, что штрафуют то, что отказывают сервера размещать, и то, что отказывают удалять ролики, это, конечно, считается нападением на свободу слова. По поводу, увидим, академических свобод и каких-то культурных событий. И, в частности, здесь много уделяется внимания Кириллу Серебренникову, который, как считается, тоже за его какие-то культурные или эстетические вещи его за это держат, а не за то, что он там как бы что-то украл, по мнению, опять же, Госдепа США. Ну, сейчас еще пробежимся, что здесь есть. Да, вот мы видим свобода собраний, и подробно об этом говорится. И как раз вот тут приводятся некоторые цифры, и мы видим, что уже мы видим тех людей, которых штрафовали за организацию. В частности, здесь мы можем обратить внимание, уже обсуждаются те штрафы, достаточно большие штрафы, даже по американским меркам, 4,5 тысячи долларов, 9 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, или, как тут указано, 5 лет тюрьмы, 17 тысяч долларов, для тех, кто будет нарушать законы в области ограничений в плане собраний и тому подобное. Дальше мы можем посмотреть доклад, появляется слово ЛГБТ. ЛГБТ достаточно много вообще здесь встречается, но мы кое-что пропустили. Да, мы пропустили вот здесь Навального, и мы видим, что Навальный достаточно активно себя проявил в 2018 году. И по результатам тех массовых выступлений, в том числе против пенсионной реформы, против всего остального, мы видим, что было очень много задержанных. Вот в том числе мы видим, здесь упоминается больше 1300 задержанных, и мы видим, что только в одной Москве их было 572. Это по поводу выступления 5 мая. Дальше мы видим, что по поводу сентябрьских событий, 9 сентября, мы видим, что было всего задержано порядка 1195 человек в разных частях России. И мы видим, что получаются вот эти люди, которые были на задержании, возможно, им сломана жизнь, угрозы, увольнение с работы и прочее давление, даже известный случай, там, пыток. То, по сути, вот эти люди, если они докажут, что они были в числе вот этих или 1195, или вот этих 1300, они, по идее, могут прийти и попросить убежище, показав, что да, это были они, против них это применено. Но это нарушает их основные базовые права, и США будут с этим согласны, Госдек будет с этим также согласен. Что касается свободы ассоциаций, можно по-разному переводить это. Здесь больше всего идет речь о том, что какие-то организации были признаны иностранным агентом, и эти организации уже нежелательные, с ними нельзя сотрудничать, ввести какие-то коммерческие сделки. И мы видим те штрафы, которые также налагаются против каких-то активистов, или людей, которые, к примеру, будут сотрудничать с этими некоммерческими организациями. Что также, по мнению Госдек, является такими нападками на основные свободы. Дальше мы видим, уже на 32-й странице идет речь о свидетелях Иеговы. Они также подвергаются за право собираться. Многие свидетели Иегова после запрета продолжают свою деятельность, пытаются проводить совместные встречи, и мы видим, что Госдеп обеспокоен, что их за это также государство прессует. По поводу религии мы не будем подробно здесь останавливаться, потому что у нас есть отдельный доклад по религиям, и там все подробно расписано. Что интересно, что в докладе появляется такой раздел, как защита беженцев, и также подробно обсуждается, насколько вообще Россия показала себя как защитник людей, которые нуждаются в убежище. Идет речь не только об Ассалим, как вот здесь мы видим, идет также и именно непосредственно в рефридже. Хотя эти понятия иногда просто сливаются в одно. Идет много о том, насколько Россия принимала сирийцев, какой есть шанс вообще у человека приехать в Россию прямо в аэропорту, заявить о своих правах, как к этому относится таможня, что с этим человеком происходит дальше. Это очень интересная тема, я вам советую тоже ее посмотреть, потому что на самом деле люди, которые не получили таким образом защиту даже в аэропорту, когда приехали в Россию бросить убежище, то это тоже считается нарушением их основополагающих прав, что очень серьезно. Идем дальше. Интересно, что в этом докладе появляется раздел, который говорит о коррупции и о прозрачности государства и государственной машины. Это очень интересно, потому что теперь как бы в права человека включены такие понятия, и это очень серьезный такой звоночек, потому что эти вопросы обсуждают уже на таком уровне. Потому что раньше это министерство юстиции там рассматривало, сейчас это рассматривает даже Госдепсед США и включил это в базовые права человека, что согласитесь, ну очень и очень необычно, потому что раньше так не делали. Отдельно идет права женщин, сколько получают, одинаково, не одинаково, как притесняются. Если доступ одинаковый к каким-то госслужбам, другим работам, равенства и тому подобное, это тоже могут женщины изучить. Отдельно по поводу детей, что происходит с детьми, как защищаются их права, какие законы и как беззаконно все происходит. Отдельно мы видим, идет вопрос о том, что их рано выдают замуж, о том, какие есть сексуальные эксплуатации над детьми, сколько случаев, сколько кейсов. Вот здесь появляется цифра, к примеру, 1645 кейсов или вовлечение детей, то есть 5300 кейсов, какие-то сексуальные издевательства над детьми, ну развратные действия над детьми. Ну, конечно, антисемитизм. США последовательно каждый год мониторит ситуацию с тем, как люди относятся к евреям. Интересно, здесь приводится статистика в отношении евреев, что хотя в 2010 году количество иудеев было порядка 150 тысяч, чуть-чуть больше, но в 2015 году уже было зафиксировано это количество примерно в районе миллиона человек в России. Представляем себе, да, на 142 миллиона, количество евреев за 5 лет увеличилось со 150 тысяч до миллиона человек. Ну, обсуждаются некоторые случаи, но также отношение иудаизма и раввина с самим непосредственно президентом. Также говорится, что и как происходило, какие баннеры вешали футбольные фанаты, в том числе против евреев, как на это реагировало государство. Следующий важный момент, это говорится, ну, по сути, о рабстве, и об этом, как ссылка показывает, говорится в другом отчете. Мы не будем тоже здесь акцентироваться, потому что все, что касается с этими вопросами, особенно вопросами рабства, это отдельно, есть конвенция против, и она это разбирает отдельно. Касательно инвалидов, говорится, насколько инвалиды ущемлены в правах, что делается, на их защиту или не делается. Дальше идет речь о национальных меньшинствах, этнических меньшинствах, как с ними обходятся. Здесь, кстати, интересно, есть вещи, если вы меньшинство в России можете почитать, и думаю, кое-что интересное для себя тоже можете найти. Ну, как продолжение идет, коренные народы, отдельно рассматриваются права и свободы тех, кто инфицирован в ВИЧ, или кто болеет СПИДом, инфицирован СПИДом, и подробно рассматрено, что происходит в этой сфере, как с этими людьми поступают. Отдельно мы видим, есть права рабочих, и что с ними происходит, привлечение детского труда и минимальный возраст для привлечения детей. Ну, я думаю, что Россия здесь не самая плохая страна в мире, есть в этом вопросе страны и намного хуже. Вот, дальше дискриминация и уважение со стороны работодателя и работника, и вот отношения эти обсуждаются, в том числе, но пока, конечно, в России нет. Такового профсоюза об этом говорить не стоит. Как мы видим, люди из стран, которые вызывают особую беспокойность в ГУЗД по США, могут рассчитывать на поддержку и защиту от властей США, не могут просить политическое убежище. И если их кейс будет сочтен оправданным, их страх будет обоснованным, также будет, если доказано, что эти люди принадлежали к той или иной политической, религиозной или иной социальной или религиозной группе, которая подвергалась гонению, или политической партии, то такие люди с большей вероятностью могут рассчитывать на защиту США, если они приехали из вышеупомянутых стран. Если же, конечно, вы приехали из стран, где мало что происходит негативного или это не было отмечено или замечено властями США, то доказать это намного сложнее. Ну, не значит, что нельзя, но придется полагаться на свои уже источники, доказательства и надеяться уже на решение суда. Потому что все, кто попадают в эти списки страны, то они имеют шанс получить политубежище еще на стадии собеседования с миграционным офицером. Но те люди, которые приехали из стран, неупомянутых или слабоупомянутых в докладе о правах УЗД по США, такие людям в любом случае придется доказывать свои страхи в суде. По-другому не получается. Итак, всем вам успехов и до связи. Пока. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, комментируем, делимся видео и подписываемся на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok